Виновный должник, сбивший насмерть 10-летнюю девочку и освобожденный от уголовного наказания по амнистии водитель, не выплачивает моральный ущерб родителям погибшей. Суд заскал у обвиняемого около 6 миллионов тенге. Как утверждает в назорном органе Октябрьского района, преступник оплатил только 25 тысяч тенге. В непростой истории разбиралась Мирамгуль Салкинбаева. Вот все так вот осталось, как было. Тяжелые у нас воспоминания здесь. Приходим, посидим же мы и уходим. В комнате у Леры все осталось как раньше. Родные не стали менять ничего с того момента, когда ее не стало. 22 августа ей исполнилось бы 11. Родители подарили аквариум, кстати, о котором так давно мечтала Лера. Только она его увидеть так и не смогла. Напомним, трагедия произошла 3 сентября прошлого года. 37-летний водитель сбил девочку насмерть, когда она направлялась в школу. По результатам экспертизы выяснилось, что Алмаз Сыздыков находился в наркотическом опьянении. Сбив девочку несколько десятков метров, он провез ее на лобовом стекле, затем сбросил и скрылся с места происшествия. Но потом какое-то время мы его найти не могли, он не платил, ничего не делал. Мы написали заявление в железнодорожный ОПП, в наш. Нам не приходило никаких извещений, нас не приглашали. Мы пошли к судебному исполнителю, ну и рассказали, что и как. Он с нами пошел туда, а там выяснилось, что нам в уголовном деле отказано. В связи с чем, он спросил, он говорит, в связи с тем, что нет состава преступления. Он пришел к нам, написал то, что он оправданный, то, что он работает, и то, что он нам платит деньги, но мы не получали ни копейки от него. На сегодняшний день подозреваемый Алмаз Сыздыков выплатил родителям Леры всего 25 тысяч тенге. Судебный исполнитель семьи Лазаревых подал представление о привлечении Сыздыкова к уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Однако по неизвестным нам причинам уголовное дело не возбудили. Также Сыздыкову было предъявлено обвинение по двум статьям, подозреваемый же полностью признал свою вину. 9 февраля суд постановил прекратить уголовное дело в связи с амнистией. По данной статье уголовного кодекса было вынесено сотрудникам железнодорожного отдела полиции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, с которым прокуратура именно согласилась, поскольку должник все-таки частично долг погашал. В то время, когда подозреваемый ходит на свободе, родители Леры Лазаревых в целях добиться правосудия не отходят от зданий судов и прокуратур. По результатам следственных мероприятий выяснилось, что Сыздыков продал свою машину. Нужно отметить, на его имущество был наложен арест. Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района было возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту. Будучи уведомленным о том, что на его все имущество наложен запрет. И, значит, данное действие является преступлением, предусмотренным статьей 357-й части 1-й Уголовного кодекса Республики Истан. В связи с чем, по данному факту прокуратура района возбуждена уголовное дело, которое в настоящее время находится на стадии предварительного следствия, и которым занимается железнодорожный отдел полиции. Родители девочки никому не пожелают ощутить такой потери. На место происшествия они ходят чуть ли не каждый день. Мы здесь ездим, каждый день проезжаем. Нам очень тяжело это место проезжать. Как отмечают представители прокуратуры Октябрьского района, дело передали в суд. Родители не нуждаются в деньгах Алмаза Сыздыкова. Они просто хотят, чтобы все было по закону. Мы очень хотели бы, чтобы вышестоящее руководство проследило за этим, чтобы этот человек был наказан, чтобы хотя бы вот эти исковые, судебные искы он оплачивал ежемесячно. И мы должны знать, работает он, не работает. Мне кажется, что за него платят родители. Чтобы какое-то наказание ему было, чтобы он почувствовал это, чтобы он не пил, нигде не слонялся, не ходил, не кололся. А мы в свою очередь надеемся, что в скором времени вышестоящие инстанции примут правильное решение. Миром Гульсал Кимбаева, Толиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.